здравствуйте вот прошел восточный экономический форум 2022 был президент были другие важные гости все говорили о том как нам развивать россию как поднимать экономику которая сейчас нелегко связи с санкциями и вроде бы все хорошо слушаешь и думаешь ухты как заживем то скоро только реалии оказываются другие вот так вот дела обстоят понимаете на форме все красиво президент говорит другие важные люди как все делать надо в реалии вот как только все разъезжаются важные гости вот так все происходит они угрожают женьки расправой вот просто угрожает слышала да вот смотрите это это борькин андрей натуре вот смотрите вот в состоянии алкогольного опьянения угрожают обещали некое о возрождении так они представились начали прям звонить родственникам бирюкова и впрямую говорить или вы оставляете бизнес отдаете его или же пеняйте на себя ну давайте послушаем не знаю лицо не установленное а содержание разговора такое что за спокойную счастливую работу в центре города мы должны презентовать представителя возрождения какой-то часть действующего бизнеса в виде торговых павильонов центре города то есть так прямую сказали хотите работать давайте сюда если мы не согласимся на их условия то есть не будем платить какой-то процент от прибыли то они пригоняют бульдозеры перекапывают нам подходы подъезды к нашим павильонам то есть практически полностью блокирует работу торговых павильонов здесь кто-то хочет находиться на первую очередь с нами ну что-то решите как-то договориться а конечной целью уничтожить наш небольшой бизнес в центре города делаешь на моей территории мой брат до этого момента очень сильно мешал значит криминальным структурам а силовым структурам администрации поэтому на него сфабриковали уголовное дело его просто убрали с дороги и теперь они занимаются просто рыдовство а вот это о возрождении что мы себе представляет кто там директор кто за этим стоит возрождение генеральный директор борькин андрей анатольевич который является смотрящим за поселком лазу в городе партизанске просто директором является холодков роман игоревич он смотрящий за самим городом партизанском я же насколько понимаю это не первый уже звонок то и до этого приходили вы сами говорите да что приходили и в общем-то угрожали насколько серьезно вы воспринимаете эти угрозы мы очень серьезно воспринимаем эти угрозы мы знаем чего можно ожидать от этих людей это просто отморозки опаснее всего что их прикрывает силовики это опасно мы пишем заявление о личной расправе вот над нами опять же на камеру говорят что и туда и сюда от имеют прям на камеру они не стесняются вообще ничего угрожают обещали а в это не принимает никаких мер а сотрудники которые приезжают на наш вызов они просто смеются над нами а значит здороваются с криминалом с авторитетами братан братан конечно кому писать заявление кому обратиться за помощью поэтому когда они на нас нападают я кричу люди помогите потому что нам никто не может помочь просто никто уже за меня просто и все я тебе говорю мы сейчас зайдем наверху всех не трогать это все такое посмотрите что делается одно дело президент когда говорит как оно все должно быть а другое дело вот определенные граждане как видят картину звонок или 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 как мы или будет или пеняйте на себя и угрозы абсолютно серьезные потому что люди как вы слышали там серьезные то есть там методы могут быть очень разнообразные и скажем так далеки от законных мы конечно напишем обращение и в следственный комитет и администрация города партизанск и представителю президента в дальневосточном федеральном округе чтобы он знал что происходит что вот какое различие как это видит президент экономические реалии россии и как видят некоторые чиновники и другие скажем так единомышленники группа единомышленников которая вот собралась вокруг вот этого дела дела бирюкова вот так вот можно взять убрать человека до чтобы не мешал и дальше делать все что хочется с его бизнесом понемножечку так откусывая откусывая ну главная цель понятно забрать все